Приветствую вас, уважаемые коллеги. Хочу поделиться с вами своим опытом использования цифрового образовательного ресурса «Я-класс». Татьяна Блохина работает учителем информатики в гимназии номер 16. Семь лет занимается проектом «Я-класс». Она уверена, информатика становится гораздо интереснее, когда заставляет молодые умы решать задачи нестандартными способами, используя современные цифровые технологии. «Заинтересованность детей повышается. Много ребят, которые стараются выполнять как можно больше заданий. Причем по времени не ограничено. Они иногда убегают вперед те, кому интересно. И когда ты открываешь результаты, ты можешь видеть, что некоторые дети прошли вперед очень много тем». Любой проект, который представляют на конференции цифровые образовательные ресурсы, направлен на развитие и обучение с помощью новых подходов. А возможности цифрового образования безграничны. Несмотря на то, что в этом году в связи с введением карантина формат конференции поменялся, подготовка к мероприятию идет полным ходом. «В этом году конференция будет проходить в дистанционном режиме. Онлайн-трансляции мы организуем, записываем и здесь, на базе Центра компьютерных технологий. И ЦСО волшебная организация, с которой мы работаем, тоже нам очень сильно помогает. Ну, надеюсь, что это будет интересно, востребовано и прекрасно». Ежегодно в конференции принимают участие более 500 человек. В этом году участники могут прийти в офис Центра компьютерных технологий и записать свое выступление. Так это сделала Тамара Зюзина, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Академии социального управления. «Я выхожу к воспитателям, выхожу к учителям начальной школы, делюсь опытом. И это имеет интерес такой большой, да, потому что люди интересуются сейчас новыми технологиями, и детям тоже это интересно». «Конечно, абсолютно все проекты направлены на качественное образование детей. Но еще одной немаловажной задачей конференции остается обмен профессиональным опытом. Ведь у каждого педагога есть свои подходы и инструменты в подаче школьных программ. Главное – привлечь интерес детей к своему предмету. А конференция «Цифровые образовательные ресурсы» каждый год доказывает, что возможностей для этого более чем достаточно». Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Матищинский.